Пришла весна, сезон катания на льду закрыт. Буквально несколько дней назад здесь на стадионе «Металлург» играли в хоккей, а теперь готовятся к открытию нового сезона, уже футбольного. Лед тает, пришла пора переходить с зимних видов спорта на летние. Но, как оказалось, не все еще успели вдоволь покататься на коньках, и поэтому продолжают это делать там, где запрещено. В районе ведется активная пропаганда мер безопасности при поведении на льду. Размещена вся необходимая информация для того, чтобы люди сохраняли свою жизнь и здоровье при выходе на лед. Незапланированное подледное плавание никто не любит, поэтому прежде чем пользоваться льдом, чтобы сократить путь, нужно точно знать, что толщина его прочная. По цвету. Опасный лед – это матовый, серый. Он нам подсказывает, что лед постепенно, его структура рушится, он тает, то есть он непрочный, хрупкий и легко сломается. Безопасный лед для сравнения – это прозрачный, с синеватым, зеленоватым оттенком. Большинство случаев провалившихся под лед людей приходится на ноябрь и март. Чаще всего они оказываются на льду, переходя в водоемы, чтобы сократить путь, катаясь на коньках или отправляясь на зимнюю рыбалку. Поэтому, чтобы предотвратить несчастный случай, не выходите на лед при оттепеле, слушайте сводки от МЧС и будьте осторожны.